Давненько мы не вставали в сфиге ночи, чтобы поехать, поэтому сегодня мы вставили в сфиге ночи и едем в горы Далат, 150 км впереди. Час пути, полет нормальный. Не жарко здесь ездить по горам в 6 утра, но терпимо. Дороги средней разломанности, а мы заехали в комплекс, в который заезжают туристы на полпути, потому что мы на полпути и ценники здесь сразу в 3-4, а то и 5 выше. чем в заведениях для местных. Зато есть горячий кофе, очень вкусный. 150 км от Нянчанга в Далат это примерно часа 4-5 езды. Не потому что дорога плохая, а дорога отличная, а потому что горы, серпантины, портящаяся с каждым километром погода, вверху вообще дожди и туман, но при этом все это очень живописно. А перед самым Далатом начинаются километры теплиц. Огромные-огромные поля теплиц, в которых растут помидоры, огурцы, капуста. В общем, в Далате растет все. Мы наехали до Далата, здесь нет дождя, здесь солнышко, тепло и хорошо. На все про все ушло 5 часов с кофе-брейками, а комнатка в нашем хосте выглядит вот так. Ванная, если что, внизу. Как же хорошо, когда тепло и не торопят. В Далате очень клевый подсад, красивый, интересный, но цветы все видели, а вот жопу слона видели не все. А пока вы смотрите в жопу слона, вот вам немножко истории Далата. Далат был основан лет 100 назад французами, которые искали, где бы спрятаться от вьетнамской жары. Они нашли прикольную долину в горах и решили здесь, городу быть. На этом сказка заканчивается, и сейчас Далат современный красивый город с красивым озером в центре, проспектами, парками. И если вы будете в Вьетнаме, его однозначно стоит посетить. В Далате есть дом, который входит в топ-10 самых необычных домов в мире. Это Crazy House. Его построила дочь бывшего экзамента Вьетнама. Построила как отель, основная идея которой – объединение с природой. Поэтому он выглядит местами как деревья, пеньки, скалы. Он очень интересный, большой, и сейчас я покажу, что в нем. Тут стоит добавить пару слов о том, что изначально Crazy House задумывался не как отель, а как просто частная вилла. Но в 90-х годах наступил кризис, деньги у отца архитектора же закончились, городской совет смотрел очень косо на эту странную архитектуру, и пришлось выкручиваться. Выкручиваться как? Естественно, сдавать комнаты-виллы как отельные комнаты. Потекли деньги в бюджет, стали приезжать туристы, городской совет перестал косо смотреть. Сейчас Crazy House все еще строится, и судя по проекту, который действительно грандиозный, он далек от завершения, планируется еще 2-3 здания, подземные этажи, но даже в незавершенном виде это очень впечатляющее место. Смотрите продолжение в следующей серии. В общем, да, Crazy House однозначно стоит посидеть, это крутое место, а это мой новый любимый кофе. Это вьетнамский кофе со сгущенкой и с йогуртом, и он гуд. Да. ЖД вокзал в Далате, вроде как самый старый во Вьетнаме, и один из самых красивых в Ювазии, но в Черновцах лучше. И последняя у нас сегодня замечательность Далата, храм Линьфок. Говорят, что вся эта облицовка блестящая, это битая фарфоровая посуда. Не знаю, так или нет, смотрится офигенно круто. И да, действительно, все здания Пагады Линьфок облицованы керамикой, осколками посуды. За этим нет никакой красивой легенды, просто такая мысль пришла в голову архитектору, и почему бы и нет. Смотрится это все шикарно, все эти рисунки на тарелках, а внутри Пагады висит колокол. Возле колокола есть стопка бумаги, на ней пишется пожелание, приклеиваешь колокол, убьешь к нему бревном специальным три раза, и по идее желание сбудется. Продолжение следует... Дорога обратная из Далата в Ничанг порадовала гораздо лучше погоды, чем дорога туда, а вот это мы как раз въезжаем в тучу, которая всегда висит на перевале при любой погоде, и там, блин, холодно. Кстати, в Ничанге нас ждало футбольное безумие, потому что как раз был важный матч, а вьетнамцы очень футбольная нация. На сегодня все, дальше будут еще вьетнамские приключения, их еще будет много, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пока!